Все три дня соревнования будут проходить в самом центре Сочи, а не в лесной местности. Старт первой дистанции городского спринта в личном зачёте сегодня был дан на Приморской набережной. Нажимаем старт, берём карту и идём по фишкам до контакта. На старте все спортсмены получают карту, на которую нанесены контрольные точки и электронный чип. Задача участника – определить оптимальный маршрут от одной до другой точки и преодолеть дистанцию за минимальное время. Ориентироваться на местности спортсменам приходилось, минуя гуляющих, и наблюдать за борьбой легкоатлетов со всей страны могли все жители и гости курорта. Сюда приехали сильнейшие спортсмены нашей страны, основной состав сборной команды нашей страны, потому что эти соревнования Кубок России, они являются отборочными для участия в чемпионате Европы, который пойдёт в этом году в Чехии. И помимо этого, для участников Кубка России этот старт является стартом международного рейтинга. То есть есть международные рейтинги спортсменов, и спортсмены, которые показывают результаты в этих соревнованиях, они получают очки мирового рейтинга, например, в любом виде спорта. Звание сильнейших оспаривают как профессионалы, так и новички. Самым юным участникам 8 лет. Практически половина от общего количества участников – сочинцы, воспитанники Центра детско-юношеского туризма и школы Олимпийского резерва. Завтра вновь состоится общий старт спринта в личном зачёте, а 23 марта – смешанная четырёхэтапная эстафета среди мужчин и женщин. По итогам сегодняшнего старта в лидерах в мужской группе Сергей Добрынин из Челябинской области и Артём Попов из Санкт-Петербурга. Среди женщин первое место у Светланы Мироновой, представляющей команду Нижегородской области. Второе заняла Соченко Инна Сомова.